Сегодня в Лабытнангах прошла традиционная осенняя педагогическая конференция. Учителя, воспитатели и педагоги дополнительного образования собрались на пленарное заседание в первой школе, чтобы обсудить итоги и перспективы развития городской системы образования. Подробнее расскажет Альмира Новоселова. 2017 год губернаторам объявлен годом проектных решений. Это позволяет перейти системе образования на новый качественный уровень управления. На федеральном уровне проекты в сфере образования реализуются с 2005 года. на региональном с 2011 года. Советом при президенте Российской Федерации объявлены новые приоритетные направления. Создание современной цифровой среды подготовка рабочих кадров для передовых технологий и другие. Ожидаемый результат реализации этого проекта – ликвидация к 2025 году второй смены. И мы с вами сегодня уже должны четко понимать, что это не самоцель, а необходимость. Освободить вторую половину дня для занятий по развитию способностей и профессиональному самоопределению наших детей. Сейчас в городе Семилистнец 86% учеников учатся в первую смену. Этот показатель на 2% выше, чем в целом по округу. Что касается новшеств, то с начала этого года лабутнанские школьники приступили к изучению астрономии. А вот по иностранному языку в 2020 году будет введен обязательный экзамен для девятиклассников. Еще через пару лет это коснется и выпускников. Поэтому сейчас должна идти усиленная подготовка к нововведению. В девятом классе в апробационном режиме в этом году вводится обязательный экзамен по русскому узному языку. И уже, собственно, этой осенью станет допуском геодеть определенный формат этого экзамена. Чтение ребенком художественного текста, затем пересказ этого текста, ответ на вопросы по тексту. Самым маленьким детям все это предстоит пройти в далекой перспективе. А пока радует, что в городе нет очереди в детские сады для малышей, начиная с трехлетнего возраста. А вот с яслями дела оставляют желать лучшего. Зато оплата за детский сад в городе Лабытнанге относительно небольшая. Почти 20 миллионов рублей предусмотрены на выплату компенсации части родительской платы, которую получают 100% обратившихся родителей. Размер родительской платы в нашем городе стабилен в течение двух лет и составляет 2500 рублей в месяц. Это ниже, чем в большинстве муниципалитетов округа. Причем хочу обратить ваше внимание на то, что в сравнении содержание одного ребенка в детском саду обходится государству в 22 130 рублей в месяц. После доклада начальника управления образования состоялось награждение проектных команд, педагогических коллективов за реализацию проектов и получение грантов. Затем педагоги разделились по направлениям. Проектные команды из разных школ сыграли в деловую игру. В результате нашей деловой игры мы создадим муниципальную модель методической службы, которая будет нацелена на реализацию профессионального стандарта педагог, на то, каким видит государство педагога будущего. Будущий педагог – это гармонично развитая личность, которая умеет планировать и анализировать свою работу, владеет новейшими технологиями обучения. О педагоге дополнительного образования на своем секционном заседании рассказали о разработке и деятельности муниципальных инновационных площадок и проектов. Они создают работы, которые интересны многим ребятам. Сегодня в Центре детского творчества занимаются 2500 ребят, а в Центре технического творчества – 1800. И это отличные показатели. Наша система дополнительного образования – один из показателей охват детей дополнительным образованием от количества детей, проживающих в городе. У нас этот показатель превышает общероссийский показатель. Мы достигли 97% охвата. Естественно, это благодаря реализации модели открытого образования в городе, то есть благодаря сетевому взаимодействию общеобразовательных школ, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций. Главная цель всех педагогов – дать знания детям. Ежегодная конференция позволяет им поделиться своим опытом и перенять опыт коллег. Альмира Новоселова, Григорий Волков, программа «Время местное». Вопрос получает уник thereafter что-то еще вне кdernик, Наш, кто в итоге, arbetsл – дать знания детям, δ Время местное «Смамиске» Г Rip T suite из Украины